доброго утра всем сегодня не получилось 6 часового подъема потому что дети спят на кухне у меня вся зарядка на кухне проходит поэтому до сих пор они спят вот сейчас уже 9.30 афонька такой проснулся так а ты тут что делал теперь ты пошел в компьютер давай что ты будешь смотреть как мы в сочи ехали это папа тут наверно с утра пил кофе как мы в сочи ехали быстро и афонька кушает кашку он заказал на завтрак кашу с малиной да сейчас малина в горячей каши растает это замороженная малинка у нас тут просто я бросаю в горячую кашку да она сейчас холодная она сейчас растает и нагреется дети попросили а я тоже кашу буду с малиной антошка с гришей будут яичницу вот такую перемешанную до 2 плюс 2 так что сейчас будем завтракать чай делать афоне свет выключил так тебе не видно а так тебе видно да ему же так не видно малина уже разморозилась у меня каша с малиной дедушка принес газетки нам да это тут сейчас про рыбалку найдем на хозяйство называется строителям что за рыба толстолобик и как ее ловить зови гришу тебе ключи нужны гриша завис скажи гриша давай читать про толстолобика сейчас будем готовить обед еще пока не знаю что но все что не придумаем на ходу так я готовлю обед сегодня на обед будет суп с фрикадельками григорий привет фаршик здесь мне индейка и баранина сейчас все сюда добавлю лука немножечко будет вместе чесночка и буду делать зажарку для супа морковка вот еще лук здесь уже сковородка разогревается и здесь меня просто в воде варится с солью и с перцем картошка и будет вот такой вот суп с рисом и с фрикадельками накрутила фрикаделек покрути немножечко и ты увидишь кашу с малиной увидел вот ставь себе и да и дай ее но не хочешь не ешь кипит водичка я немножко добавила воды потому что что-то тут было маловато сейчас все это закипит и буду закидывать фрикадельки и в конце еще немножечко риса добавлю суп я все-таки добавлено на пшено а рис с рисом что-нибудь приготовлю на второе сразу же сейчас чтобы потом уже заниматься росписью пряников они едой уже без перчаток теперь никуда девушка научился шадевать ты на какую ножку обу как их одевать ты девушки расскажи а рисунок домик она домик все, а вот это да хоть эту хоть ту ему нет, это тачку макую тачку макую ну давай вот эту все, пошли Гриша разрезает елку еще раз где шутка нет, салют я не знаю что-то как надо я не знаю я знаю Вот такая песня еще. Еще раз скажи свою шутку, Гриша. Гриша говорит, хотела я, как в уральских пелеменях, сложить в этом году гирлянду поаккуратнее, чтобы на следующий год ее не распутывать. Звезду снимет Антоха. Ну, мы ему поднимем. Так, все, елка разряжена. Там мясо горячее. Ну что, я уже дописала прянички, лавы, решила все-таки их выделить, потому что так, мне кажется, они не слишком ярко смотрятся. Собрала коробки, сейчас поеду куплю еще жвачек лавыс и буду все это упаковывать и фотографировать. Грязь тут, конечно, пипец. Что там покрасилось, Гриша? А, ты песок красишь? Вот это ты весь высыпал? Да. А, это цветной песок с поделки, да? Гриша, а что-то у нее резиновые сапоги обулут? Скажи мне, пожалуйста. Гриша, я их там помыла. Вот пойди сейчас переобусь. Гриша, здесь такая грязюка. Слышишь меня? Все, я в магазин, котик. Что этот гвоздь там будет делать? Все. Все, иди теперь сапоги переобуй. И куртку. А, ты все? Ну, давай, заходи. Смотрите, какая красота. Я упаковала коробочки. Лафыс, которые будут на 14 февраля. Они поедут в магазин, только в цветочный. Вот такая вот красота будет. Бантиков, к сожалению, не нашла, поэтому пока будет в коробочках, бантики будут, наверное, завтра. Подходящего, по крайней мере, у меня цвета нет. Который бы мне нравился. То есть розовые все оттенки какие-то не такие. Мне кажется, синий сюда особо нет. Мне хочется или розовый, или желтый. Но ничего подходящего нет, поэтому подожду. Так, ну что, я сижу, монтирую видео. Блин, я не в свете. Вернее, я не в свете. И заказала коробочки во вкусной мастерской. Сейчас покажу, где я заказываю коробочки. И буду почтой. Ты заказала, то я заказывала самовывоз все время. Вот я сейчас буду в свете. А сейчас заказала почтой, потому что, получается, почтой даже дешевле. По крайней мере, наверное, столько же, сколько бы я съездила в Краснодар. Так как за маршрутку заплати. Даже если идти туда пешком, все равно кучу времени тратится за эти 100 рублей, которые дороже, как бы, если почтой отправлять, то не стоит этого полдня потратить на то, чтобы забрать коробки. Поэтому заказала доставку почты. Магазин называется вкусная мастерская в Краснодаре. Коробки от производителя. Именно от вкусной мастерской. Здесь, в общем, она вот главная. Это. И я выбираю коробки. Всякие разные сейчас коробки. Выбираю вот здесь вот справа. Именно для пряников. Есть для зефира, для капкейков, для чего угодно. Гляньте, какие. Для куличей, кексиков. Вот, если по одной. Можно даже, я так думаю, что и домики в них упаковывать. Маленькие домики. Если делать пряничные, мне кажется, здорово будет, да? Такой маленький домик. Или какую-нибудь такую 3D композицию. Кстати, мне кажется, на 8 марта или на Пасху можно что-нибудь заказать. Коробочки. Вот такие вот именно так. Что здесь еще хотела сказать? Коробки заказываются по десяткам. То есть, мы, допустим, выбираем коробку для пряников. Сейчас мне очень нравятся, во-первых, вот эти вот кошарики. И выбираем в корзину. Один. Один – это один десяток. То есть, нельзя купить одну коробку. Можно купить только 10 коробок минимум, получается. Вот. И здесь еще всякой-всякой всячины. Куча пищевых ингредиентов. В общем, много-много всего. Вот такая вот вкусная мастерская. Если вдруг захотите. Так, вот закрываем. Тут у меня вот монтаж мой. Видео. Сейчас одну еще смонтирую за 17 число. Потому что нужно все догонять. Лежу, отдыхаю. Сейчас уже пойду в душ. Делала небольшую зарядку. Потому что с утра же сегодня заспалась. И муж уже с меня рожал, что я делала зарядку. Если честно, я всегда думала, что нужно оставаться наедине с собой. Чтобы делать какие-то упражнения. Но, блин, с детьми так весело. Гришке было все равно. Но Антошка с Афонькой мне помогали. Я там на полу делала. А им сказала, чтобы на кровати были. Чтоб никто никого не прибил. Вот, так что, если хотите, покажу вам. Какие-то упражнения самые элементарные. Но они клевые. Теперь у меня спина вся. Вот прям я чувствую, что она работает. Руки. Несмотря на то, что гантели у нас всего лишь килограммовые. Мне кажется, что нужно чуть-чуть потяжелее. Вот. И сейчас еще планка и душ. Кстати, планку я прям засекаю. 30 секунд на телефоне. Потому что, кажется, ты стоишь целую вечность. А смотришь на эти секунды. И, блин, там всего 10 секунд. А мышцы уже трясутся. Поэтому прям засекаю секундомером. Не считаю себя в мозгах. Потому что у меня секунды проносятся просто быстро. Поэтому ставлю прям таймер на телефон. Кладу его вниз. И становлюсь в плану. Что это происходит? Сына, что ты делаешь? А кататься. Афоня хочет кататься на роликах. Ну, хочется человеку кататься. Что теперь делать? Что теперь делать, Афоня? Ударился? Да. Может, не надо кататься, сынок? Антон только умеет. Антон только умеет. А Афон? Нет. А Афончик не умеет? Нет. Почему? Да, голубой, голубой. Просто ты штанишки одень, хорошо? Чтобы ты падал. Чтобы ты падал, и тебе не было полос больно. Понимаешь? Одень штанишки. Слышишь? Ты ногу и так вытянешь. Не надо. Вытянешь и так ногу. Вытягивай. Вытягивается? Тогда давай расстегну, если не вытягивается.